Отправлять юбиляра на пенсию или нет? Когда дело касается моста, вопрос крайне сложный. Молитовский мост был построен в 65-м году и за все 50 лет не знал ни одного капитального ремонта. В 2011 году его обследовали московские специалисты, признали состояние крайне неудовлетворительным и дали заключение, что реконструкцию нужно провести в срок максимум от 3 до 6 лет. Как было заявлено сегодня в городской администрации, ремонт будет начат уже в этом году. Подробнее Наталья Речкина. Для того, чтобы понять, что мост находится в плачевном состоянии, большим специалистам быть необязательно. Например, на опорах уже виднеются сколы, трещины, в некоторых местах выглядывает и арматура. Ремонтные работы там проводились, но значимых ремонтных работ существенных, которые повлияли бы на безопасность движения, там не было. Вплоть до того, что в 99-2000-х годах ремонтные работы там начались, но так и не были завершены. Проблемы на Молитовском мосту существуют не только изнутри, но и снаружи. На дорожном полотне чуть ли не каждый день появляются глубокие ямы и выбоины. Постоянно приходится маневрировать, чтобы не убить подвеску, не пробить колеса. Было направлено письмо заместителю главы администрации города Черкова Андрею Геннадьевичу о рассмотрении вопроса о закрытии данного моста. Есть два варианта ремонта данного моста. Первый вариант – это капитальный ремонт моста, но это колоссальные деньги, более миллиарда рублей. И второй вариант – это ремонт моста без больших углубленных, скажем так, ремонтных работ. Мы уже планируем в летний период сделать половину моста. Это полный комплекс работ. Будет снятие полностью верхнего полотна и асфальта бетона, полностью замена гидроизоляции, потом еще температурные швы. Кстати, на ремонт моста требуется 350 миллионов рублей. В этом году смогут выделить лишь половину, поэтому половину и отремонтируют. На время ремонта для движения оставят две полосы по одной в каждую сторону. Точное время закрытия пока не определено.